Новый взгляд на классику стала известна программа предстоящего международного чеховского фестиваля. Он пройдет в Москве под знаком китайской культуры. Но, конечно, свои лучшие постановки представят театры со всего мира. Масштабные мероприятия стартуют весной, но репетиции во все идут, а билеты уже в продаже. Тему продолжит Алексей Зотов. Знаменитый актер и мастер кунг-фу Джеки Чан решил доказать, что люди, конечно же, летают как птицы. Его «Одиннадцать войнов» — это не просто история боевого искусства, но и зрелище, наполненное магией. Национальный театр Китая расскажет красочную легенду о принце Лан Лине, великом генерале эпохи Ци. А балет из Шанхая языком современного танца заворожит поэтической историей любви императора и его наложницы. Впервые на Чеховском в Москве новое лицо китайского театра. Мы надеемся, российские зрители захотят увидеть фантастические спектакли из Китая своими глазами. Ведь это очень неожиданный сплав наших традиций и театров будущего. Лауреат Оскара и Грэмми, автор музыки Олимпиады в Пекине, представит оперу, которую покажут в парке Горького прямо на пруду, где мечта смешается с реальностью, а любовь победит смерть. Но совсем перевернет представление о китайском театре — «Вечер одноактных балетов» хореографа Тао Йе. Не зря на родине его называют «иконой стиля». Внучка Великого Чаплина Аурелия Тьерре снова откроет нам мир своего воображения, где у каждого предмета своя душа. Колокольчики и заклинания — спектакль, как всегда, полный юмора и даже абсурда. Если «Тихий вечер танца» Уильяма Форсайта больше похож на камерный концерт, то спектакль парижского театра «Скала» бросает вызов самой гравитации. Время и пространство движутся здесь в любом направлении. Выдающийся немецкий актёр Мартин Вудке, это он играл Гитлера у Тарантино, расскажет в Москве историю прогоревшего на махинациях банкира Боркмана, не вписавшегося в современный мир. Труппа из Сан-Паулу покажет настоящий блокбастер о личных тайнах и скелетах в шкафу, которые есть у каждого. И только люди и марионетки, повествуя о судьбе писателя и мистификатора Ромена Гори, заглянут в русскую душу. Ветер в окна стучится, путь метель замела. Вы что, никогда не просматриваете фотографии спектаклей, которые были поставлены до вашего периода? Актёры Ереванского театра «Кукол», играя прямо среди зрителей, раскроют хрупкость своей души и секреты за кулисья. А вот всемирно известный грузинский режиссёр Роберт Стуруа расскажет по-новому старую историю о добре и зле, о потоке жизни. Это разговор о двух друзьях. Один по воле и суде, или свыше злой, другой добрый. И вот постоянная борьба между ними. Новый взгляд на классику, традиция чеховского фестиваля. Актёры из Копенгагена разыграют Гамлета в жанре кабаре-твиста с чёрным юмором и цирком. А шекспировская же «Буря» будет пронизана музыкой джаз-бэнда и даже рэпом молодых поэтов. Мне было интересно рассказать, как современное западное общество теряет свои ценности. Ведь моё поколение столкнулось с тем, что политики предали Европу в пользу экономических интересов. Об этом же задумываются и герои спектакля. Жизель английского национального балета – зрелище настолько поразительное и виртуозное, что самые циничные критики плакали от восторга. А вот кармен по-японски – это и вовсе новый сценический жанр, драматический танец. Создатели решили вернуться к первоисточнику и сделать то, чего раньше не было. Публика всегда хочет знать, что делают и известные мастера, и какие новые тенденции. Вот это совмещение того и другого для чеховского стилля очень, мне кажется, важной работы. На все спектакли предстоящего Чеховского уже можно купить билеты. Москву ждут три самых жарких театральных месяца. Алексей Зотов, Татьяна Бодрова, Первый канал.